Шанс. Там, где ты. Слотс-Сити. Что происходит в Украине и в мире, самое важное на этот момент. Мрачный как туча геополитик срочно собрал совещание после бегства бригад под Бахмутом. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, совсем недавно на параде в честь победы над фашистской Германией у нас в гостях были... Ой-ой-ой, а что это у нас с лицом? Что-то случилось? Лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что... Лукашенко покрытый воском. И то как-то пободрее смотрится. Именно народы Советского Союза одержали победу в Великой Отечественной войне над нацизмом. Я так понимаю, самому же надоело играть в этом спектакле одного актера. Под названием «Все идет по плану». Но в этой связи хотел бы сказать также о том, что таких значимых конкурентных... Геополитик всех обиграл. А в глазах написано «Валера, заложный брат пощадь». 2 вересня, так символично сталося, 1 вересня начали Другую святую войну, 2 вересня была официйная дата завершения, тобто вчера. А все життя, когда смотрю на эти события, прикладаю их до сегодня, меня всегда не покидает ощущение шизофрении. Починалася Другая святова война, когда союзниками были советский народ Гитлер и Сталин, и красноармейцы и нацисти. А закінчили совсем по-инакшему. И наслідками было переписывание сведомости и исторической спадщины тим, что победителей не судят, как сказали бы в Нюрнбергу. Уже такий самий досвід перекрутить все ось так за наслідками сьогоднішньої війни вдасться, чи вже не вдасться, бо все прозоро, транспарентно, оцифровано, і ми все бачимо? А ви знаєте, насправді дуже мало хто задумується над цією какафонією політичною, що склалося в 1939-1945 роках. Давайте просто собі, навіть знаєте, ви про советский народ сказали, а давайте скажемо так, як сказав би Путін. Росія, Сталинська, разом з Німеччиною розпочали Другу світову війну, напавши вересня 1939 року на независимую суверенную державу Польши. У нечасно з тим потім ми памятаємо, що советская Росія напала на Фінляндію, на країни Балтівського регіону, і це все, в той час всі розуміли, що є в світі два агресора, Німеччина та Росія. І як так сталося, що Росія, Сталинська, яка була поневолювачем інших народів, це Російська імперія в новому кожусі, стала з агресора жертвою, і безперечно, що сьогодні нам намагається проговорити про те, що там це, ну, закрити питання таким контекстом, що це була якась велика отечественна війна, чи щось інше. Насправді, ми бачимо, що тоді це була просто агресія Росії. І одночасно з тим, це ж і є явище того, чому Сталін так не хотів парад влаштовувати, щоб не триггерити людей, бо саме він був винуватцем в другій стоїві не разом з Гітлером. Чи сьогодні так станеться все? Давайте дочекаємося перемоги. І, в принципі, ми маємо розуміти, що так статися не має, як сталося це в вересні 1945 року, коли колишній агресор став жертвою і ще переможцем. І збільшив своїй території такі, так, за тим же планом з Молотова Рівентропа, коли опинилися частина Німеччини вже навіть більше, ніж з Гітлером хотів поділити Європу, Сталін собі забрав через ці соціалістичні країни. Польщу, ту саму Болгарію, Румунію, тому подібне, Угорщину. Але одночасно з тим, подивіться, як цікаво складається зараз. Нас, українців, не задовольні перемога така, щоб потім хтось щось там говорив нам про кордони, чи про те, що було-не було. Нас задовольні тільки одна перемога – це вихід на кордони 1991 року і розпад Російської імперії, Російської Федерації. Бо нас має абсолютно бути розуміння того, що якщо ми зараз не зможемо домогтися розпаду Російської Федерації, то через 10-15 років прийдуть діти майбутні, які виростуть, і які будуть говорити не діди воювали, а ці воювали. І це буде повторенням. Це племінники, це молодші брати, це діти. От тих 260 тисяч ліквідованих російських. Діти СВО, називаємо їх, так. Діти СВО і Російського телевізора. Я вважаю, нас ждет ще більш велике будущее. Так вот, що нас за велике будущее ждет? Ну, в теорії, вообще, господство над всей Європою, над всем миром. Космическая программа, охватывающая всю Солнечну систему і покорення всей Солнечной системи. Це тільки минимальний план. А так, ну, в принципі, я думаю, нас ждет только хороше, как бы, возможно, улучшення законодательства, как бы, улучшення заработной плати, в принципі, і вообще уровня життя. Господство над Європою, да? І господство над всей Солнечной системою. Це як? Це можна пример привезти, щоб ми розуміли просто? Просто везде будуть російські флаги, і все буде Росії. І все буде замечателем. Тобто, росіяни будуть купатися в фонтанах Парижа, Ліона, Марселя, Бордо? Французи стануть росіянами. Французський административний округ. Все буде добре у нас. Откуда такая тяга вот к Франції, Германии, к Польше, к другим странам? Почему не можем ограничиться вот нашим? Мне очень жалко просто, потому что я вижу, что у них очень достаточно много внутренних проблем. И единственное, чего я желаю им, это добра, поэтому я предлагаю им вступить в Российскую Федерацию. А французы, немцы, американцы захотят вступать? Ну, захотят, не захотят. Обычно люди захотят. А как насчет их коррумпированного правительства, я не знаю. Но я желаю их народу только добра, поэтому я предлагаю им вступить в Российскую Федерацию. А что вы им можете предложить, чтобы они вступили? Как вот молодой человек, у вас идеи, наверное, есть? Ну, могу, ну, как я упомянул, высокие заработные платы, социальную обеспеченность, в принципе. Как никакую охрану государства, в принципе. То есть только хорошее могу им предложить. Плохое, пускай они оставляют у себя в прошлом. Ну, то есть мы им можем предложить высокие пенсии, зарплаты, социальные гарантии, вот это все? Все это мы можем им предложить, и даже сполна. А у них этого нет? У них это не в такой степени, как у нас, в принципе. Им до нас есть еще куда расти. Главнокомандующий военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каг, так его зовут сложное имя, заявил о том, что 9 сентября стартует двухнедельное военное учение с участием 30 кораблей, более 3000 военнослужащих стран НАТО, в которых будут участвовать все страны НАТО, выходящие на Балтийское море, то есть это страны Балтии и Польша, как минимум, также Швеция, которая пока не стала членом Альянса, и страны не из этого региона, куда входят Франция, Нидерланды, Бельгия, Канада и США. Будут отрабатываться, основная легенда этих учений, десантные операции и удары с моря по суше. То есть, как заявил об этом КАК, США отправляют на эти учения свой десантный корабль Месса Верде, который способен перевозить свыше 800 морских пехотинцев США. Сообщается о том, что основная легенда учений, это освобождение Сувалкского коридора, который может быть захвачен, связывающий Калининградскую область РФ с территорией Беларуси, и именно для этого, для того, чтобы разблокировать, поскольку Сувалский коридор включает в себя только две всего лишь автомобильные шоссейные дороги и одну железнодорожную ветку. И тогда Альянс в таком случае останется проводить только крупномасштабные десантные операции. Как заявил об этом командующий ВМС Германии, мы посылаем России четкий сигнал о бдительности, только не при нас. Решительность Альянса в этом деле говорит о серьезности опасений, я об этом говорил ранее, о том, что это не блеф, это действительно реальная опасность того, что Россия может попытаться захватить Сувалский коридор, в том числе в ходе учений. Правда, тут есть заминка, учения Запад отменены, вот из-за отсутствия личного состава и техники, но ничто не мешает такие учения проводить, например, картофельному дуче Лукашенко с участием ограниченного, как раньше говорили, ограниченного контингента российских войск. Одним словом, опасность захвата Сувалского коридора сохраняется. Мы видим, НАТО начинает на нее реагировать, это серьезная, абсолютно серьезная угроза. Россияне из-за поднявшейся паники начали массово обращаться в страховые компании с целью застраховать собственное жилье. Стоимость услуги составляет от 500 до 5000 рублей. Спрос на защиту от беспилотников растет в основном со стороны предприятий бизнеса, который расположен в западной части Российской Федерации. Это свидетельствует об участившихся эффективных атаках, которые приписываются ЗСУ. Часть из них действительно Украина брала ответственность, за другие это только предположения. Прошли похороны шести украинских пилотов, экипажей Ми-8, которые разбились в Краматорском районе Донецкой области. Загядочная авиакатастрофа, все молодые пилоты, все с большим налетом. Самый старший из них командир вертолета полковник Виктор Апанасюк 1967 года, а все остальные очень молодые. Например, командир звена летной эскадрильи капитан Владислав Рымар, он 1995 года. Штурман звена старший лейтенант Иван Яровой, он 2000 года рождения. Летчик-штурман старший лейтенант Валентин Воробец 2000 года, старший бортовой авиационный техник капитан Юрий Анисимов, 1986 года рождения. И, наконец, старший бортовой авиатехник капитан Евгений Кисиль, 1988 года рождения. Как мы видим, все в основном молодые пилоты с большим налетом. И они могли дальше стать элитой украинской военной авиации, могли стать пилотами F-16. И эта гибель добавляется больше и больше версий, что это могла быть намеренная диверсия. Тем более, что Россия ранее пыталась уничтожить украинских пилотов, которых отобрали для обучения на F-16, нанеся по ним, по месту их базирования, ракетный удар. То есть, не пожалели дорогие многомиллионные ракеты, чтобы уничтожить группу курсантов. К счастью, тогда они избежали гибели. Вот, никто не пострадал. Атака не достигла цели. Вообще никто не погиб. Слава Богу, с нашей стороны. Но, как мы видим, Россия готова бросить любые средства и заплатить любые деньги для того, чтобы уничтожить наших перспективных пилотов, начать расследование. И, естественно, мы будем внимательно следить за его ходом. Тем более, что эта трагедия вызвала огромный резонанс в Украине. Підпишите на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.